Первые секунды должны привлечь внимание аудитории, да... Всем хай, с вами Мроник, и сегодня я решил разобрать фильм по Человеку-пауку, потому что я решил для себя. Если выходит игра по фильму, комиксу, мультсериалу, я должен посмотреть эти самые фильм, комиксы, мультсериал. Как минимум для того, чтобы въехать в хитросплетение сюжета. А эту сладкую парочку Google выдал мне по запросу Человек-паук 2002. Начать, я думаю, стоит с режиссера. Режиссер Сэм Рэйми, до этого он прославился серией Зловещие Мертвецы. И, кстати, наличие Сэма Рэйми в режиссерском кресле означает, что Брюс Кэмпбелл будет участвовать в фильме. И таки да, Брюс Кэмпбелл был в фильме о Человеке-пауке, но об этом немного попозже. Конечно, Сэм Рэйми известен не только Зловещими Мертвецами. Есть еще неплохие фильмы в его коллекции. Еще я не показал фильм Дар, но в жопу Дар, окей? Теперь об актерах. Первое, о ком надо поговорить, это, наверное, Тоби Магуайр. Как-никак, ведущая роль. Где-то до 97-го года Тоби торчал во всяких сериалах и ТВ-фильмах. Потом же его начали звать во всякие фильмы. Честно скажу, я не видел большинство из них, но судя по его роли в Страхе и Ненависти в Лас-Вегасе... Поясню судя для тех, кто не вспомнил или не смотрел. Его роль была где-то четырехминутной, что, в принципе, показывает, что тогда на Тоби всем было пофиг. Что-то даже хорошо, потому что это показывает, что Тоби все-таки пришел к успеху. Второй по значимости актер в этом фильме медленно, но верно эволюционирует с Тива Бушами. На самом деле, Уильям начал сниматься еще в 80-х. И в отличие от Тоби, он не бегал по всяким ТВ-фильмам и сериалам. Он сразу же пошел в большое кино. И вот его фильмография до паука, как по мне, намного интереснее, чем у Тоби. Во-первых, у него было больше хороших фильмов. И больше значимых ролей. Конечно, фильмы у него были разные, и унылое говно туда тоже входит. Блин, да он даже снимался в очень странном фильме, где попал в какой-то кабак, после чего он решил, что он должен участвовать в гонках, а еще в кабаке все дрались, он там по знакомству с двумя бабами, в общем. В общем, скажу, палить некоторые фильмы из его биографии очень даже интересно. Поэтому я считал, что актер на роль злодея подобран неплохо. Третья актриса это Кирстен Данс. И фильмы с ее участием я в основном палил в детстве. Такие как Джуманджи, Солдатики. Ну еще я нашел на кинопоиске детственных самоубийц, и я просто не мог не попалить этот фильм. Ну и последнее, что я могу сказать и Кирстен Данс, это то, что некоторые любители Кирстен Данса могут вести Кирстен Данса и Клауд. Ну и последний важный актер это Джеймс Франко, который на этой фотографии чем-то очень сильно доволен. Возможно тем, что он все-таки смог срежиссировать Садамазо Гейбар. Надеюсь, Франко все-таки вернет сцены из разыскивающего, а не снимет какую-нибудь фигню. В любом случае фильмов с Франко до появления его в Человеке-пауке я не видел, поэтому оставляю вам на суд его актерские работы. Ну что ж, давайте попробуем насладиться фильмом с бюджетом 139 лямов. Кто я? Вы вправду хотите узнать? О роботах в маскировке! Ну согласитесь, немного туповатый вопрос, учитывая, что мы пошли на этот фильм. Я, конечно, понимаю, что придираться к тупости в фильме про чувака, летающего на паутине, не совсем уместно, но... Блин, я все равно не понимаю смысла этого вопроса. И вот история начинается с того, что неудачник Питер Паркер бежит за автобусом. Но, судя по всему, не такой он и ботан, раз может догнать автобус. И первое, что нам пытаются показать, это то, как люди относятся к Питеру Паркеру как к ботанику-неудачнику. А это Мэри Джейн в обнимку с Флэшем, любовный интерес главного героя. Ну, Мэри Джейн, а не Флэш. А это Гарри и Норман Осборн и сидят в машине. А ведь меня действительно смешит тот факт, что не только я простужен в этом видео. А еще мне нравится, как Дефо отыгрывает мудака. Да и еще нравится Гарри, который вроде как понимает, что батя к нему не так хорошо относится, но, тем не менее, он любит своего батю. Ах да, забыл, еще Норман Осборн ведет себя так, будто Питер Паркер и его сын. Типа, помогу тебе с работой, помогу тебе с жильем. Ну и, конечно, Гарри советует Питеру подкатить к Мэри Джейну, но Питер такой, не-не-не, я не смогу. И потом Гарри использует информацию, которую сказал ему Питер, для того, чтобы самому подкатить к Мэри Джейну. Короче, Гарри хитер как леса. Паркер предлагает пофоткать Мэри Джейн, пока сбежавший из лаборатории подопытный паук, медленно опускается на его руку. Стой! Спасибо! И тем временем разворачивается второй сюжет про то, что все ненавидят Нормана Осборна. Военные, которые хотят отдать контракт другой компании, его коллега, который хочет выслужиться перед этими военными, совет директоров, который хочет толкнуть его компанию. Было бы офигенно, если бы Осборн был маньяком без сыворотки Гоблина. Это исходная стадия эксперимента. Исходная стадия... Доктор Осборн! Потом нам представляют персонажей Дедю Бен и Тетю Мэй, а потом мы видим, как Питер быстро вываливается в комнату и кричит, меня укусил паук, мне нехорошо, и убегает наверх. Потом мы видим сцену становления Гоблина, когда Норман решает испытать препарат на себе. И должен сказать, Дефо офигенно играет Нормана Осборна. Сразу видно, что это такой суровый мудак, но... Но с Зеленым Гоблином он вот самую малость переигрывает, просто самую малость. Сразу после этого чудовищного становления с Зеленым Гоблином мы видим, как у Паркера появляется суперзрение и вообще накачанное тело после того, как его укусил паук. А еще Паркер живет по соседству с Мэри Джейн. Возможно, этот грязный извращенец видел не только то, как она одевается, если вы понимаете, о чем я. Также становится ясно, что у Мэри Джейн не все в порядке дома. А еще мне реально становится стрёмно от того, как Паркер преследует Мэри Джейн. Серьезно, посмотрите, он идет за ней как маньячина. Причем на одном интересном уровне. Потом останавливается и начинает что-то бормотать себе под нос. После мы видим очухавшегося Нормана, который не помнит, что вчера произошло, и ему сообщают, что его коллега Доктор Стром убит. Интересно, как Гоблин выбрался из Оскор? Там же все должны быть камеры и куча охраны. Ладно, я походу единственный, кто хочет выразить эту мысль. Она не выглядит как школьница! Серьезно, дети в вашей школе учатся не ш... А, ладно. Слишком тупая шутка. Давайте лучше посмотрим на мастерски сработавшие паучьи чутье и паучьи ловкость. А еще меня напрягает, что из всей школы никто не заметил такого говна, что у чувака просто из руки вылетела паутина. Ну, потом он все равно пошел с этой паутиной по школе, но, тем не менее, никто все равно нихера не видел. Естественно, не вытерпев такого безобразия, Флэш решает набить лесу Паркеру. После чего и следует крутая драка между Флэшем и Паркером. После чего идет сцена, которая, мне кажется, довольно интересная. Именно сцена, где Паркер узнает, что он человек-паук. Радуют меня в этой сцене две вещи. Во-первых, это его радость от того, что он понял, что у него есть такие силы. А во-вторых, это то, что он не полностью понимает, как контролировать свои суперспособности. И радует, что он не сразу разбирается, как летать на паутине. Дальше он видит, как Мэри Джейн садится в машину к Флэшу. И угадайте, что решает сделать этот профессор мозги? Он решает купить себе гребаную машину! Сами подумайте насчет целесообразности покупки Человеком-пауком машины. Конечно, все это для того, чтобы подкатить к Мэри Джейну, но черт возьми, это тупо. Тогда уж покажи, что ты Человек-паук, и все. Бла-бла-бла, после этого Паук видит в газете объявление о продаже машины, потом он видит объявление о том, что он может заработать 3000 баксов, если продержится на ринге. Потом он решает придумать себе образ для рестлинга. Ммм, мне абсолютно внезапно захотелось пить. Пойду куплю себе доктора Пеппера. После Дядя Бена отводит Питера в библиотеку, как он думает, хотя на самом деле Питер идет на борьбу, говорит с ним о драке. После чего толкает свою телегу о силе и ответственности. Эй, да ты же Эш, погоди, что ты делаешь во вселенной Марвел? Все еще безуспешно ждут трэшовой экранизации. И вот оказывается, что Реслер заманил Паука в смертельную ловушку, а именно в клетку. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Каждый хочет выжить в этом сражении судьбой. Каждый боясь тут на трене, романый, сотни приемов и отработаны. Лучшие войны вместе собраны. На смерть тут друг с другом тут бой. В этот турнир бойцы быстро созданы. Кто никогда не был, а фосс... И тут...